Новое создадим, старое модернизируем. Желания и возможности ВС Великобритании. Истребитель Tempest В представлении художника из B-Systems Великобритания намерена сохранять обороноспособность, для чего ей требуются новые образцы техники и вооружений. Открытый разрабатывается целый ряд проектов во всех основных сферах, от боевой авиации до подводного флота. В обозримом будущем они должны дать реальные результаты, но пока в основном речь идет о работах на ранних стадиях. Рассмотрим, с помощью чего Лондон планирует усиливать свою армию в будущем. Тем более, не так давно в ходе выставки 2019 он хвастался своими новыми разработками. Планы нового поколения Пожалуй, самые смелые планы реализуются в программе В рамках международного сотрудничества несколько компаний, в том числе британская B-Systems Собираются создать истребитель следующего шестого поколения. В работах участвуют Великобритания, Швеция, Италия и компания MBDA, представляющая несколько государств. Не исключается появление новых участников. Готовый истребитель Tempest появится только во второй половине 20-х. С середины 30-х серийная техника будет поступать в войска. Пока же участники проекта показывают только полноразмерный макет самолета. Насколько он будет похож на реальный истребитель неизвестно. Макет Tempest на выставке 2019 Фото В течение многих следующих лет, до появления серийных Tempest КВВС Великобритании будут вынуждены использовать другие истребители. Основой парка может остаться самолет Eurofighter Typhoon Также ожидается массовая поставка американских F-35 в двух модификациях. Бронированная модернизация Сухопутные войска планируют провести модернизацию основных боевых танков Challenger 2, но пока не выбрали конкретный проект, по которому она будет выполняться. Уже имеется несколько предложений, и в сентябре появилось очередное. Этот проект предложен совместным немецко-английским предприятием NMETAL B-Systems Land RBSL Проект Challenger 2 Lepiot RBSL Предусматривает замену башни на новый агрегат немецкой разработки, оснащенный 120 мм гладкоствольной пушкой от рейн-металла. Также полностью перестраиваются системы управления огнем и средства связи. Обеспечивается максимальная унификация с другими танками НАТО по боеприпасам. Осуществлена замена двигателя. Новый мотор MTU Имеет мощность 1500 ЛС против 1200 ЛС суштатного. Выставочный образец модернизированного Challenger 2 Lep С новой башней Дзай 2019 Фото BMPD.LiveJournal.com Это уже не первый проект модернизации Challenger 2, предложенный в последнее время. Его реальные перспективы остаются неопределенными. Британская армия еще не решила, какой из проектов будет принят к реализации и обеспечит обновление танкового парка. Параллельно с модернизацией Yopt Challenger 2. Будет выполняться строительство новых машин семейства Ajax Уже имеется малосерийное производство такой техники, и армия получает первые образцы. В ближайшие годы ожидается поставка первых партий такой техники и завершение переучивания личного состава. После этого Ajax В конфигурации БМП и БТР смогут начать полноценную службу. Ожидается появление серийных БМП Warrior Прошедших модернизацию по проекту Warrior Capability Sustainment Program WCSP От Lockheed Martin На выставке 2019 присутствовал подобный опытный образец, прошедший целый ряд необходимых испытаний и показавший свои возможности. Появление программы WCSP Связано с невозможностью быстрой постройки желаемого числа. Ajax Модернизированные бронемашины должны будут дополнять технику новой постройки. Одна из опытных бронемашин Ajax Фото Минобороны Великобритании DefenseImagery.mod.uk Проект WCSP Предлагает установку дополнительного бронирования на всех проекциях и другие меры по повышению защиты. Радикально перестраивается комплекс бортовой электроники, включая СУА и системы наблюдения. Штатная 30 мм пушка заменяется 40 мм орудием под телескопический выстрел. По вооружению и части аппаратуры WCSP Унифицируется с Ajax До конца года Lockheed Martin Должна завершить текущий этап работы и передать заказчику финальный пакет документов. После этого будет решаться вопрос принятия на вооружение и запуска серийной модернизации техники. БМП Warrior Модернизированная по проекту ООД Lockheed Martin На Дзай 2019 Фото Army Technology Будущее подводного флота Наиболее интересным перспективным проектом для королевского ВМФ является создание стратегического подводного ракетоносца типа Dreadnought Такие ПЛАРП в будущем должны будут заменить существующие корабли ПР Vanguard Запланировано строительство четырех единиц, и две уже строятся на заводах компании B-Systems Головную субмарину планируется принять на службу не ранее 2028 год Подлодки водоизмещением 17200Т и длиной 153 метра станут самыми крупными в истории КВМФ Их оснастят унифицированным ракетным отсеком CMC Совместной американо-британской разработки, вмещающим 16 пусковых шахт Основным оружием станут БРПЛ Trident 2D5 Также возможно переоснащение нескольких шахт под другое оружие За счет строительства дредноутов КВМФ сможет постепенно отказаться от устаревающих венгардов и обеспечить существование морской компоненты ядерных сил до 60-х годов В. При этом планы по замене многоцелевых АПС торпедным и ракетным вооружением пока отсутствуют Ожидаемый облик подлодки Дредноут Рисунок Новые фрегаты В сентябре на «Дзай» 2019 огласили решение конкурсной комиссии по строительству перспективных фрегатов Type 31 15 ноября появился соответствующий контракт Победителем конкурса на разработку корабля стала группа компаний «Пабкок» с ее проектом Arrowhead 140 Теперь ей предстоит построить серию из пяти фрегатов стоимостью 250 миллионов фунтов каждый Тип 31 будет иметь длину 120 метров и водоизмещение 4000 Т Он будет разгоняться до 24 узлов и показывать дальность плавания до 6000 миль Проект предусматривает выделение объемов для размещения модульной нагрузки и оборудования Также имеются места для монтажа разнообразного вооружения Фрегат сможет нести универсальную вертикальную пусковую установку на 16 ячеек и палубные пу По периметру корпуса разместят малокалиберную артиллерию и пулеметы На баке будет 127 мм пушка Кормовая палуба выполнена в виде площадки для вертолета Рядом в надстройке предусмотрен ангар В настоящее время компания-подрядчик ведет подготовку к строительству головного фрегата нового типа Закладка должна состояться в ближайшее время На строительство и испытания уйдет несколько лет После чего в 2023 году корабль поступит в боевой состав КВМФ Тем временем продолжается строительство двух первых фрегатов перспективного проекта Type 26 Первый был заложен в июле 2017 год, а закладка второго состоялась в августе 2019 Ожидается начало строительства третьего Фрегат Type 31 Arrowhead 140 Рисунок Babcock Group Babcock International.com Корабли тип 26 строятся по проекту морского отделения B-Systems Их основной целью станет поиск и уничтожение надводных, воздушных и подводных целей Корабли длиной 150 метров и водоизмещением 6900Т получат весь спектр необходимого оборудования и вооружения В пусковых установках могут перевозиться ракеты разных типов различного назначения Предусмотрено развитое артиллерийское и торпедное вооружение От желаний до возможностей В последние годы Великобритания самостоятельно и в сотрудничестве с другими странами разработала множество различных образцов вооружений и техники всех основных классов для перевооружения всех родов войск Часть таких разработок уже дошла до производства, тогда как другие ожидаются лишь в отдаленном будущем Новости последних месяцев показывают, что британское военное ведомство и промышленность намерены продолжать подобные работы и передавать армии все требуемые изделия Недавняя выставка «Джай» 2019 подтвердила такие намерения Тем не менее, едва ли не на всех этапах новые проекты сталкиваются с трудностями Главные проблемы наблюдаются в сфере финансирования Современные разработки не отличаются дешевизной, из-за чего постоянно подвергаются критики со стороны определенных политических кругов Критика выливается в споры, которые приводят к существенной корректировке программ разработки, производства и эксплуатации Почти все последние проекты пришлось сокращать из соображения экономии Предложенный облик фрегата тип 26 Рисунок Подобным сокращением уже подверглась программа Что увеличила необходимость в модернизированных машинах Схожие процессы наблюдаются в области надводного и подводного флотов Проект истребителя «Тимпист» еще не вышел из самых ранних стадий, но уже подвергся критике из-за ожидаемой высокой стоимости Таким образом, складывается весьма интересная ситуация Обладая достаточно развитой экономикой и будучи богатой страной, Великобритания не имеет возможности быстро, своевременно и в полном объеме осуществлять модернизацию вооруженных сил Желание сэкономить приводит к сокращению даже самых основных программ с понятными последствиями для перевооружения Более того, подобные процессы в недавнем прошлом уже привели к потере компетенции в ряде важных областей Тем не менее, британская промышленность самостоятельно или в сотрудничестве с зарубежной Все еще способна выдавать смелые и интересные проекты во всех основных сферах Продолжение следует...